Тем перейдем. В большинстве жилых домов сегодня можно встретить планировку, в которой предусмотрен общий коридор на несколько квартир. Жильцы обычно используют эту свободную площадь по своему усмотрению, договариваясь друг с другом о том, какие вещи можно на ней размещать и в каких количествах. Но, впрочем, нередко возникают такие ситуации, в которых мирным путем достичь какого-либо решения не удается. Некоторые соседи могут расставлять слишком много громоздких предметов в пространстве общего коридора, в результате чего затрудняется проход другим квартирам и становится невозможным полноценное открытие входных дверей. Это не только доставляет серьезные неудобства повседневной жизни, портит внешний вид, но и нарушает правила пожарной безопасности. Свалены в кучу предметы, к тому же, могут способствовать появлению в живом помещении крыс, тараканов, других паразитов, вывести которых впоследствии бывает очень трудно. И вот еще одна проблема – это мусор после ремонта, который выносится во двор или оставляется в больших количествах возле мусорных контейнеров. Вообще, насколько это законно, и кто должен организовывать вывоз крупногабаритного мусора, и что делать несогласным соседям, если этого не происходит? Давайте разбираться. У нас в студии Роман Мор. Юрист Роман Павлович, доброе утро. Доброе утро. Вот вообще, что попадает под категорию крупногабаритного мусора? Это мусор, допустим, техника, мебель, строительный мусор, который не помещается в обычный контейнер по своим размерам. Для них приспособлен особый бункер, либо специальные контейнер-площадки, где размещается данный мусор. А такие площадки обязаны организовывать управляющая компания или как происходить должно? Во дворе обязана управляющая компания. За пределами дворов должен орган местного самоправления, администрация города Хабаровска. То есть, по идее, я не обязан вызывать специальную машину, чтобы вывезти строительный мусор. Если я делаю ремонт, я должен обратиться в управляющую компанию и спросить, а где, собственно, я могу поставить его? Ну, если собственники не приняли решение о создании этой особой площадки именно для крупногабаритного мусора, то нужно обеспечивать вывоз на другие площадки, которые находятся и определены органами местного самоправления. В частности, нужно в день вывоза этого мусора вызвать специальную машину и вывезти этот мусор. Если есть контейнерная площадка, во дворе она определена общим собранием, то, соответственно, можно поместить на эту контейнерную площадку. Если вывоз осуществляется, то он производит вывоз в контексте новой реформы оригинальным операторам, но обеспечивает управляющей компанией соответствующие правоотношения. — Получается, что вот эти вот площадки, которые, например, ну, в большинстве дворов все равно нет таких площадок для строительного мусора, но они обязаны быть, потому что, точнее, их обязаны организовать местный муниципалитет, но где-то уже отдельно за пределами дворов. Вот получается, что помимо вызова спецмашины, да, и работы там, может быть, грузчиков, я больше ничего не оплачиваю? Или, как знаете, там, чтобы сдать на свалку какие-то предметы, нужно за это заплатить? — В контексте новой реформы вы должны оплачивать тариф, и, соответственно, в этот тариф включается в том числе вывоз крупногабаритного мусора. Поэтому, как бы, если это оплачено, вы не должны оплачивать. Единственное, что если нету контейнерной площадки, то в законе установлена обязанность в старых санитарных нормах, что вы должны обеспечивать именно вывоз этого мусора, транспортировку. А за размещение, за размещение будет в рамках тарифа. — А вот что интересно, у нас же многие просто складывают возле подъездов мешки со строительным мусором, какую-то мебель, стиральные машины, да, а в итоге получается, что они нарушают закон. Что грозит за вот такие действия? — Ну, прямой запрет нельзя, нужно размещать на контейнерной площадке, либо вывозить и так далее. Установлена административная ответственность, статья 8.2 Кодекса административных правонарушений, применительно гражданам штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Если невозможно установить лицо, которое разместило, то должна отвечать, соответственно, управляющая компания ТСЖ. Штраф, конечно, здесь все пожестче, от 100 до 200 тысяч рублей, либо административная приостановленная деятельность до 90 суток. — То есть, видимо, чем пользуются жильцы, просто выносят под покровом ночи строительный мусор, а дальше уже проблемы управляющей компании, потому что установить того, кто выбрасывал, невозможно. — На самом деле так, да, это объективно. В будущем будут привлекать к ответственности регионального оператора за это. То есть, если есть мусор и его не вывезли, то пойди региональным оператором. Но будет очень много споров, то ли кто отвечает, управляющая компания, либо региональный оператор в рамках административной ответственности. Да, этим пользуются, поскольку нужно установить очень сложно. — Что нужно доказать, даже если видно, что человек ремонт делает? — Ну, можно доказать, но, как правило, должна быть видеофиксация. Если, конечно, он ремонт делал, это очевидно, и есть хотя бы показания свидетелей, то можно. Но в основном, используя средства видеофиксации, фотофотографирования, надо установить, что именно это лицо сделал, если он не будет признавать данный факт. — Да, но есть просто строительный мусор, а есть опасный с точки зрения экологии, да, там строительный мусор, например, галогеновые лампы какие-то, да, различные, может быть, предметы, где ртуть есть. Вот здесь как быть, как их утилизировать? — Здесь действует специальный порядок постановления правительства, согласно действующему законодательству, должны осуществлять специальные организации, то есть, которые имеют лицензию на вывоз особо опасных отходов, и обычные граждане не могут ни транспортировку, ничего делать. Единственное, должны быть определены также управляющие компании в доме на общем собрании места первичного сбора соответствующих ламп. И есть определенный порядок, то есть, они должны быть в специальной упаковке герметичной, исключающей возможность контакта с окружающей средой и так далее. И вывоз существует только специальная организация. — В общем, я понимаю, что у нас практически нигде не соблюдается вот такие нормы, потому что, если вот так вот пройти, то даже по подъездам, у нас же в подъездах бывает даже оставляют там стиральную машинку, да, и вроде бы ты знаешь, что это сосед поставил, и даже ты можешь ему высказать претензию, он будет говорить «потом-потом», но это «потом» может растянуться на годы. Вообще, чем это чревато для человека? — Ну, здесь административная ответственность. Можно обратиться в Роспотребнадзор, то есть, проводится проверка гражданин. Самое главное — это установить факт, то есть, в судебном порядке. Можно вызвать сотрудников органов внутренних дел. Они имеют право по данным делам по 8.2 составлять протоколы в административных правонарушениях, это предусмотрено законом. Поэтому прокуратуру, конечно, здесь смысл можно тоже подключить, но я думаю, что это стандартный случай, поэтому можно через органы внутренних дел и Роспотребнадзор все эти вопросы разрешать. — Получается, если вы везли, например, вот эту стиральную машину, да, уже усилиями управляющей компании, можно ли возвожить расходы на вот эту транспортировку уже непосредственно человека, кому эта стиральная машина когда-то принадлежала? — Можно, если произведение сотвища расходов, конечно, если это дополнительные, то можно, да, потому что в неустановленном месте шлют ненормативный вызов вывоз музора, поэтому, да, возможно. — Ну что ж, спасибо большое, что все разъяснили. Я напомню, что у нас в гостях был Роман Мор, юрист, ну а мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok